Здравствуйте друзья, я Роман Шевченко. Рад представить вам очередное видео цикла торгуем с FIBA. Сегодняшнее видео не будет основываться на графической фигуре. Сегодня полностью поговорим о формировании боковика, ну и собственно будем полностью основываться на сильные уровни сопротивления и поддержки. Конечно же обращу внимание, что это валютная пара евро-доллар. Начинаем смотреть на часовом графике. Почему на часовом графике? Потому что большинство торговых решений я все-таки принимаю на часовом графике. У меня недавно спросили, стоит ли вообще в принципе смотреть на недельные графики, переходить на месячные графики. Я отвечу так. Иногда, крайне редко, но все-таки такие моменты происходят, что необходимо посмотреть ситуацию на недельном графике. Возможно даже необходимо сместиться на месячный. Но в 99% случаев, если рассмотреть весь год, то за год таких моментов может даже и не произойти. Бывают такие года, к примеру, как текущие, когда часто приходится обращаться, но как минимум к недельному графику. Если мы посмотрим на четырехчасовый график, мы с вами не видим, встречалась ли ранее эта ситуация в истории. То есть где, откуда взять этот уровень 1.2270. Перейдем на дневной график, так же ситуация не прояснилась. Соответственно, когда мы переходим на каждый следующий старший временной интервал и мы не видим, где в истории встречалась цена, нам необходимо переходить на более крупные временные интервалы. Итак, вот, мы находимся на недельном временном интервале и мы видим, что уровень 1.2270, на самом деле я бы отметил даже область 1.2260-1.2280 является достаточно сильной технической областью сопротивления. Почему? Потому что ранее в истории ни одна недельная свеча не фиксировалась под этим уровнем. То есть, когда пробились выше, вот здесь был ложный заброс вниз, сложная фиксация, быстрый возврат и по сути 1, 2, 3, 4, 8, 9 недель пара не могла зафиксироваться под этим уровнем. Конечно же, это достаточно сильный технический уровень сопротивления, прорыв которого позволит рассчитывать на дальнейший рост к 1.2350. Опять-таки, все это мы с вами смотрим на недельном временном интервале, но таких примеров очень-очень мало. Если бы мы рассматривали ситуацию где-то вот в этом боковике или вот в этом ценовом диапазоне, нам бы не было необходимости переходить на недельный временной интервал. Думаю, что в принципе ответил. При том, что очень важно понимать, что само торговое решение мы будем принимать, ну, я говорю за себя, я принимаю непосредственно на часовом временном интервале. Давай сделаю немножко меньше свечи для того, чтобы было удобнее смотреть на всю картину происходящего. Вот так вот немножко сузим. Давайте, чтобы видно было отметку 1.2350. Итак, какая у нас есть ситуация. У нас устойчивый рост, неплохой рост. Дошли до вполне понятного технического уровня сопротивления 1.2270. Остановились, откатились в принципе тоже к понятному техническому уровню поддержки. Ранее мы видим, это было сопротивление с проторговкой на часовом графике. Затем зафиксировались выше и постояли 4 часа над этим уровнем. Вернулись, все в принципе технически понятно, красиво, нет никаких вопросов. Соответственно, если пара сейчас в ближайшие там несколько часов прорывает отметку 1.2270 и фиксируется над ней, тогда можно будет говорить о том, что пара может пойти на 1.2350 и в принципе топ потенциал будет неплохой, 80 пунктов. Если получится взять стоп лосс 20-25 пунктов, соотношение риск прибыли минимальное получается 1 к 3, все в принципе хорошо. Но, учитывая то, что уровень 1.2270 достаточно сильный, есть риск все-таки развития более глубокой коррекции. Соответственно, прорыв 1.2238, то есть обновление сессионного минимума, с достаточно высокой степенью вероятности вернет пару в эту вот желтую область. Это у нас область 1.2200-1.2210. При этом шортить, то есть продавать под этой синей пунктирной линией я не буду. По одной простой причине, потому что в принципе еще нет у нас 2 последовательных минимума и 2 последовательных максимума, которые ниже предыдущих. Также мы видим, что есть достаточно близко сильный технический уровень поддержки, всего лишь на расстоянии в 27-28 пунктов. Исходя из этой логики, потенциала для снижения как такого нет. В то время, как возврат ниже 1.2175 существенно увеличивает риск развития более глубокой коррекции вплоть до отметки 1.1900. Но сейчас об этом мы говорить не будем. Для нас сейчас является ключевым моментом, стоит ли покупать. Почему? Потому что тренд и общая динамика у нас восходящая, достаточно хорошая. Пришли к очень сильному техническому уровню сопротивления и здесь затормозились. Соответственно, прорыв и фиксация над 1.2270 является подтверждением способности пара пройти еще 70-80 пунктов в нужном направлении. Особенно для тех трейдеров, у которых открыты позиции, были еще открыты где-то в области 1.2175, 1.2170. Вот здесь под уровнем сопротивления или над ним. Соответственно, кто открылся здесь, сейчас имеет достаточно такой серьезный вопрос, стоит ли фиксироваться, стоит ли сейчас выходить или все-таки подождать. Исключительно для вот таких трейдеров моя позиция такова. Если будет резкий вынос котировок пары ниже пунктирной линии, где-то вот к отметке 1.2225, 1.2223, тогда стоит, конечно, наверное, вывалиться, ждать более глубокой коррекции и поиска повторного сигнала на покупку. Возможно, будет формировать ложный заброс под желтую линию, под 1.2200 с быстрым возвратом и тогда, собственно, докупать. У меня взгляд на рынок вот такой. Смотреть продажи готов только ниже 1.2175, но об этом уже, скорее всего, будем более детально говорить с понедельника. Друзья, очень важно учитывать, что торговля на валютном рынке сопряжена с достаточно большим уровнем риска и поэтому крайне важно, на мой взгляд, использовать защитные ордера Stop Loss. Я ни одной сделки не открываю, не выставив заранее ордер Stop Loss. Условно, давайте рассмотрим пример. Вот здесь вы покупали и вот такой 50-пунктовый быстрый заброс вниз. Казалось бы, ерунда. 50 пунктов практически любой более-менее нормальный депозит с грамотным риск менеджментом, манименеджментом выдерживает без особых проблем, без никаких рисков. При этом, может произойти так, что пара пройдет 850 пунктов буквально за 2-3-4-5 дней. Такое происходит крайне редко, но если вы, к примеру, не выставили защитные ордера Stop Loss, пара провалилась на 200-300 пунктов за 1-2 дня, вы можете подумать, хорошо, скоро развернется, я потерплю, подожду. Но этого может не произойти, как вы понимаете, и улететь на 800 пунктов. А уже 800 пунктов далеко-далеко-далеко не каждый счет выдержит. Это очень важно учитывать, поэтому я все-таки рекомендую всем трейдерам использовать ордера Stop Loss, грамотно их использовать, потому что это будет минимизировать ваши риски, и вы будете четко понимать, чем вы рискуете в каждой конкретной сделке. Друзья, в целом на этом у меня все. Также прошу обратить внимание на то, что все увиденное и услышанное вами в этом видео является исключительно моим мнением и не может ни в коем случае быть воспринято, как прямой руководство к действию. Я делюсь своей позицией, я делюсь своим мнением, своим опытом, а вы уже сами самостоятельно принимаете решение, как использовать данную информацию. Еще раз напоминаю, пока что стоим в длинной позиции, в крайней мере мы с группой трейдеров. У нас есть расчет на 1.2350, часть открытых позиций в этой области мы уже зафиксировали. Скажем так, две трети зафиксировались, и одной трети стоим на расчет с 1.2350. Оттуда уже будем смотреть откаты с коррекциями и, скорее всего, достаточно глубокими коррекциями. На этом у меня все. Подписывайтесь на канал, обязательно ставьте колокольчик для того, чтобы получать самым первым уведомлением. Буду благодарен за лайк, ну и, конечно же, за какой-то хороший комментарий. Пишите в комментариях также, торгуете вы сейчас, не торгуете, открытая позиция, и, возможно, у вас есть свое мнение относительно перспектив движения валютной пары евро-доллар. И для меня, и для других трейдеров, которые смотрят это видео, будет очень полезно каждое мнение.